здравствуйте друзья меня зовут виталий голицын я бизнес тренер и в этом видео мы с вами поговорим о том как подготовиться и провести качественное результативное публичное выступление ну а в конце этого видео вас будет ожидать от меня замечательный подарок поэтому не отключайтесь и обязательно досмотрите это видео до конца ну что ж этот день настал и вас пригласили выступать перед аудиторией и неважно что это будет или какое-то большое мероприятие где вы будете выступать на сцене или может быть небольшое офисное выступление перед коллегами но для того чтобы провести его качественно вам обязательно потребуется более 20 советов о которых я расскажу в этом видео и здесь мы разберем такие аспекты как страх публичного выступления подготовка к публичному выступлению а также рассмотрим с вами примеры и правила которые позволят вам провести его максимально эффективно поговорим с вами о том как повысить свое личное ораторское мастерство как стать уверенным в себе и сделать так чтобы люди после этого публичного выступления были вам благодарны за то что вы его провели почему я сам могу давать здесь рекомендации потому что за моими плечами уже более тысячи оффлайн и онлайн тренингов которые я провел за более чем 20 лет опыта в продажах и в тренинговой деятельности поэтому то что я вам буду сегодня рассказывать я уверен вам 100 процентов пригодится ну и начнем мы конечно со страха публичного выступления тема достаточно большая поэтому специально для вас я размещу отдельное видео где я подробно разбираю тему страха отказа ну и все что вам понадобится когда вы будете работать с аудиторией поэтому сейчас я скажу всего лишь несколько тезисов который позволит вам от этого избавиться что такое страх страх это наша с вами фиксация или концентрация на негативном сценарии как будто мы с вами рассыпали миллионы соленок но концентрируемся на той что произойдет как раз вот это вот самое черное и негативное на самом деле 99 и 9 процентов наших страхов никогда не реализуется а в публичном выступлении несмотря на то что говорят что первый страх смерти а второй страх публичного выступления никакой катастрофы даже если вы проведете его не очень качественно не случится наоборот ваше публичное выступление может показаться для вашей аудитории уникальным и запоминающимся и может принести вам успех я видел большое количество спикеров у некоторых были проблемы с речевым аппаратом многие выглядели совершенно некорректно для аудитории но этим они и запоминались почему потому что ваша персональная уникальность это именно то на чем стоит делать акцент когда вы готовитесь публичному выступлению запомните что вы уникальны никого другого нет и никакая ошибка не сможет это изменить ну а как провести грамотную подготовку к публичному выступлению первое что нужно сделать это продумать главное послание цель и главный тезис вашего публичного выступления то есть что вы хотите чтобы получилось в конце вашего публичного выступления вы хотите чтобы люди вас что-то купили чтобы они на вас подписались вы хотите донести им какую-то информационную составляющую вы хотите заручиться их доверием и так далее и когда вы будете составлять план вашего выступления именно эта главная цель и тезисы должны будут проходить главной нитью на протяжении вашего публичного выступления при составлении плана публичного выступления ориентируйтесь первую очередь на мотивированность и подготовленность аудитории если она слабо замотивирована то тогда вам придется доказывать им почему та информация которую вы будете доносить будет иметь для них ценность и если ваша аудитория к примеру не подготовлена то тогда в этом случае вам придется более развернуто говорить какие-то ну скажем профессиональные термины для того чтобы они вас поняли для начала от репетируйте ваше публичное выступление если вы первый раз или только начинаете знакомиться с ораторским мастерством а это можно сделать посмотрев на себя в зеркало лучше записать себя на видео а потом просмотреть и посмотреть и нейтрализовать какие-то аспекты которые кажутся вам не привлекательными ну а также можно выступить перед какой-то аудитории своих друзей или коллег и попросить их дать обратную связь самое главное что нужно учитывать при репетиции своего публичного выступления это то чтобы ваш контент уложился в тайминг этого выступления потому что многие когда только начинают это делать они либо его слишком растягивают и не могут уложиться и в конце им приходится гнать либо они все уже рассказали а у них еще остается время и они не знают чем его заполнить за учите первые несколько минут своего публичного выступления которые помогут вам просто разогнаться потому что вступить всегда гораздо сложнее я всегда начинаю свое публичное выступление с приветствия я рассказываю о себе и это у меня просто отлетает от зубов я начинаю свой текст того что меня зовут виталий голицын я бизнес-тренер что по образованию я физик ядерщик что моя география это 90 городов 17 странах мира что моими клиентами являются крупные компании яндекс тиньков tefal mercedes-benz mitsubishi ну и так далее и когда я рассказываю это представление о себе которые очень хорошо знаю я дальше уже легко могу вступить в основную часть когда вы будете готовиться к публичному выступлению запомните что ваша одежда она тоже несет свой месседж вашей аудитории что вы будете показывать когда вы выйдете на сцену или будете выступать перед своими коллегами ваша одежда должна соответствовать строгому стилю или она должна быть наоборот неформальной чтобы вызывать доверие аудитории или она должна продемонстрировать ваши сильные стороны подумайте о том по что вы будете одеты также если вы знаете на каком фоне будет проходить ваше публичное выступление можно одевать контрастную одежду в тон этому фону ну примеру у моем наборе бизнес-тренера есть пиджаки как темные так и светлые если у меня есть возможность увидеть где я буду выступать свой пиджак я подбираю именно под задний фон а если например я делаю онлайн тренинги и показываю на экране презентацию то я стараюсь подбирать свою одежду под цвет моей презентации таким образом заботьтесь о том чтобы картинка которую создаете гармонично сочеталась со всех ракурсов и со всех сторон если вы только начинаете свой путь к ораторскому мастерству и к сцене вы должны понимать что каждое публичное выступление это ваш pr поэтому обязательно подумайте о том кто будет вас записывать и фотографировать когда вы будете выступать а перед аудиторией да конечно можно дать свой телефон например кому-то из участников и попросить его это сделать но вот моя практика показывает что после этого у вас получаются либо некачественные фотографии либо видео не очень корректно записанное который просто нельзя использовать я помню только когда я начинал свою тренерскую деятельность я брал с собой товарища или оператора который со мной приезжал на публичное выступление и создавал тот контент который я потом использовал для своего продвижения поэтому обязательно подумайте об этом а что снимать снимите ваш выход на сцену снимите главные тезисы и ключевые фразы вашего выступления ну а также снимите аплодисменты аудитории для того чтобы потом это можно было использовать если у вас есть возможность попасть то помещение в котором будет проходить ваше публичное выступление обязательно это сделайте но помимо того что мы с вами животные и нам всегда приятнее находиться в помещении которое нам знакомо вы еще сможете посмотреть какие рэперные точки использовать например для остановок и представления аудитории где будет стоять флипчарт где будет находиться проектор как будет осуществлена система подключения к микрофону ну и так далее я помню на одном своем большом выступлении который проходила в оперном театре когда я вышел мне голову отсекал проектор который висел под потолком этого зала и проектор нельзя было по-другому настроить поэтому презентацию пришлось отключить и мне пришлось 8 часов работать перед аудитории без презентации но я уже уверенный спикер и поэтому я легко мог это сделать но вам бы я не рекомендовал попадать такие ситуации вы должны понимать что когда вы работаете с аудиторией у вас происходит энергообмен то есть вы отдаете свою энергию людям которые находятся в зале поэтому перед своими публичными выступлениями я стараюсь попеть громко песни включить музыку в машине какую-нибудь бодрую покричать то есть зарядиться своими эмоциями создать свои эмоции для того чтобы потом выплеснуть их на сцене еще очень зарешает общение со своей аудитории с которой вы знакомы поэтому я перед выступлениями выхожу и общаюсь то аудитории которые на меня подписано и те и добрые теплые слова которые они мне говорят они конечно мне придают уверенности и потом уже я под этой мотивации начинаю более уверенно работать ну и кстати еще вам один мой такой совет если вы уже стали известным спикером и к вам подходят например люди которые хотят с вами познакомиться попросите их оставить о вас отзыв который потом сможете использовать для своего сама пиара и так вы готовы к выступлению вам пора выходить работать перед аудиторией и у вас наступает паника используйте тут принцип суперзвезды представьте что вы суперзвезда которую ждет эта аудитория которые заплатили миллионы для того чтобы на вас посмотреть и вас послушать и выходите именно с этим чувством на сцену тогда у вас распрямятся плечи на вашем лице будет сиять улыбка и люди будут подпитываться той энергией и конгруентностью которую вы будете транслировать вперед из песней как говорится и так ваше публичное выступление началось в начале представьтесь и ответьте на следующие вопросы вашей публики первое почему вам можно доверять второе почему ваш контент даст результат третье почему то что вы будете рассказывать будет актуально к тем реалиям в которой вы находитесь именно ответы на эти три вопроса позволит вам завладеть вниманием аудитории своем представлении обязательно используется оцифровку точку а точку б который вы находились в которой находятся ваши клиенты куда они пришли любые социальные доказательства вам нужно рассказать что-то такое после чего вы вызовете доверие у вашей аудитории поэтому я всегда рассказываю о том что моя география это более 90 городов и более 17 стран для очных тренингов что я провел более 1000 тренингов что моими клиентами являются компании мирового уровня этого вполне достаточно для того чтобы люди могли доверять тому что я буду сейчас рассказывать если вы работаете на большую аудиторию попросите у них отключить телефоны не общаться между собой и вовремя приходить после перерывов почему это важно для того чтобы не вырывать участников из так называемого потока вы же сами замечали что вам нужно время для того чтобы собраться на какую-то другую деятельность и когда человек например сосредоточен на вашем выступлении а в зале звучит телефон это будет сбивать остальных участников а может сбить даже вас если вы являетесь еще не опытным и непрофессиональным спикером сначала расскажите регламент сколько выступление будет длиться а какие будут перерывы что будет происходить в этих перерывах далее расскажите тему вашего выступления ну а также пользу которую получат участники объясните каким образом вам можно задавать вопросы то ли надо поднимать руку то ли вопросы можно просто выкрикивать и зала ну и так далее скажите нужно записывать или не записывать или потом вы вышлите например аудитории какую-то свою презентацию то есть вот эти технические вопросы лучше решить их самом начале выступления для того чтобы потом уже люди не беспокоились и вас не отвлекали уместная шутка в начале выступления может расслабить аудиторию как правило такие шутки есть у каждого спикера и они уже заготовлены и они универсальны и поэтому подумайте заготовьте свою какую-то уместную шутку который войдет в контекст вашего выступления и старайтесь использовать ее в самом начале для того чтобы понизить вот эту общую волнительность и раскрыть вашу аудиторию самое главное правило спикера и оратора самое вкусное ставить в начале и в конце это так называемое правило границ в начале вы ставите самую крутую информацию для того чтобы завладеть вниманием аудитории а в конце вы это говорите для того чтобы расставить вот этот вот финальный акцент после которого аудитория выйдет и запомнит вас то выступать с пустыми руками всегда гораздо гораздо сложнее нежели с тем что вы возьмете в руки например микрофон или маркер или кликер поэтому если вам предоставляется такая возможность и вы еще спикер или оратор неопытный обязательно этим пользуетесь вам это поможет провести выступление более качественно и выглядеть на сцене более гармонично так что же нам делать с руками ну дам вам один свой совет представьте что ваши руки это продолжение той информации которую вы докладываете аудитории то есть например 1 2 3 мне вам да то есть показывайте руками то что вы говорите это самый простой совет который может помочь вам выглядеть и таким образом чтобы ваши руки гармонично смотрелись в кадре или на публичном выступлении во время своего публичного выступления делайте аудитории комплименты за их активность за их участие я например в начале говорю что самым активным участникам я подарю какие-то свои тренинги бесплатно и это мотивирует их комментировать рефлексировать оставлять обратную связь и принимать вместе со мной участие в тренинге тем самым повышая общую вовлеченность аудитории в тот контекст который я пытаюсь для них донести старайтесь сделать так чтобы ваше выступление не было монотонным разбавляйте его сторителлингом метафорами какие-то интересными фактами юмором даже анекдотами но конечно все это надо фильтровать в зависимости от аудитории но таким образом вы как раз повысите эмоциональную начинку вашего выступления внимание аудитории будет более сконцентрировано на контентной части если вы будете ее разрывать вот такими вот микро шаблонами если ваше выступление длинная то в перерывах лучше отдыхаете да я понимаю что аудитории могут быть вопросы и они захотят с вами пообщаться но учитывайте если вы ведете 7 или 8 часовой тренинг энергии у вас может просто не хватить на конец вашего выступления я к примеру во время своих длительных тренингов которые я провожу для компании которые занимают по 7 по 8 часов в день к примеру даже никогда не обедаю для того чтобы аккумулировать и концентрировать свою энергию два самых главных оружия бизнес тренера это вода и леденцы когда вы долго говорите у вас языка как у собаки выделяется большое количество воды и эту воду конечно нужно компенсировать а также леденцы а просто леденцы которые смягчают ваше горло в конце своего выступления постарайтесь превысить ожидание аудитории от встречи с вами дайте им какие-то бонусы бесплатные материалы презентации свои тренинги здесь будет действовать так называемое правило взаимного обмена люди запоминают и вас если вы даете им что-то сверх ваших обязательств подумайте что вы можете сделать для аудитории для того чтобы ей запомниться ну и конечно подумайте еще о том чтобы люди с которыми вы сейчас работаете они подписались на ваши социальные сети или например оставили отзывы о вас как о тренере или ораторе или о спикере ну что ж дорогие друзья в этом видео вы узнали от меня более 20 советов как провести качественное публичное выступление я очень надеюсь что они вам помогут общаться с аудиторией и делать это на очень хорошем профессиональном уровне но у меня для вас есть еще один подарок а это именно чек-лист оратора где я собрал все самые главные правила подготовки к публичному выступлению и проведения публичного выступления эти чек-листы вы можете скачать по ссылке в описании этого видео единственное что вас попрошу сделать это поставить лайк этому видео подписаться на мой канал и оставить любой комментарий и в качестве моей благодарности и превышения ожидания к этим чек-листам по публичным выступлением вы еще получите от меня более 15 чек-листов моих авторских по продажам и переговорам главное не забывайте подписываться ставить лайк и писать комментарии ну а с вами был бизнес-тренер виталий голицын отличных вам публичных выступлений и замечательной теплой аудитории и